Сейчас у нас здесь прекрасный вечер, куда-то спешите, какие-то планы у вас, но на самом деле это, что здесь слышите, это самое важное в жизни, что вы когда-то услышали. Потому что самая важная вещь в жизни человека это встретить Бога. Если ты его не знаешь, то независимо, чтобы у тебя не было в жизни. Даже если ты успешный человек, даже если ты богатый человек, даже если у тебя здоровье, это все временно. Самое важное, чтобы ты знал Бога, чтобы ты знал Его лично, а это возможно. Ты можешь встретить Бога, потому что Он открыл себя. Бог это не какое-то абстракционное существо, где-то на небесах. Бог стал человеком. Он стал человеком. Он пришел к тебе, чтобы спасти тебя. Он стал человеком. Его зовут Иисус Христос. И Он умер за тебя на кресте. Его распяли. Ты должен умереть. Ты должен умереть. Но распяли Его. Он никогда не согрешил. Ты согрешил. Но наказали Его. Это наказание, которое принадлежит тебе, получил Он, чтобы ты мог жить. Но это не происходит автоматически. Ты сейчас должен решить, что ты хочешь принять Его. Если ты Его не примешь и будешь жить в своей независимой от Него жизни, то пойдешь после твоей смерти в ад. Потому что ад — это место, где просто нету Бога. Там нету Бога. Если ты Его не хочешь сейчас, ты не встретишь Его в вечности. Ты в вечности будешь сам. И это будет страшно. Там не будет света. Там не будет вечеринок. Там не будут выпивать. Там не будет секса. Там будет просто туман. Там будет тьма. Там будет печаль. Там будет боль. И ты там будешь сам. Если ты не решишь сейчас, когда ты сейчас здесь на этой земле. Если ты не решишь, что хочешь Его принять. Что хочешь принять Его жертву. Это очень важно, что ты слышишь сейчас. Можешь сейчас этого не принимать. Но я тебе предлагаю, когда вернешься домой, помолись. Спросись. Спроси Всевышнего Бога. Если это правда, что там говорили рядом со Золотыми Тарасами. Если это правда, просто спроши. Потому что если я ошибаюсь, что? Ничего. Но если я права, то ты в опасности. Если я права. Если я говорю тебе сейчас истину. То твое положение опасное. Поэтому подумай. Не принимай этого автоматически. Подумай. Помолись. Я тебе предлагаю поверь. Поверь. Потому что я знаю, о чем говорю. Я знаю, что это сила. Мой папа занимался. Занимается каудовством. Экстрасенсом. Я знаю, что это сила. Я тоже этим интересовалась. Но этот источник, он неправильный. Этот источник ведет к смерти. А настоящий источник силы, в которой свет. Силы, в которой добро. Это Бог. В нем свет. В нем добро. В нем любовь. В нем сила. Бог – это не скучный дядя где-то, неизвестно где. Это не скучный дядя. Это прекрасный Бог. Царь царей. Прекрасный отец для этих, которые его принимают. Потому что для этих, которые его не принимают – это страшный Бог. Он страшный для этих, которые его отвергают. Поэтому я тебе предлагаю – прими его. Лучше прими его. Этого святого, доброго Бога, который любит тебя. Но этот Бог тоже справедлив. Я тебе предлагаю – прими его. Я тебе просто хорошо желаю. Я желаю тебе всего хорошего. Поэтому, говорю – прими эту жертву Христа. Поверь в это, что Он сделал для тебя на кресте. Попроси Его, чтобы Он стал твоим Господом и Спасителем. А Он верный и придет. И только Его с верой попросишь. Он придет к тебе. Если смиришься – Он придет. Я это знаю, потому что я знаю моего Бога. Я Ему доверяю. Я когда-то поверила в Него. И Он никогда меня не оставил. Никогда меня не разочаровал. Всегда Он рядом. Это мой Папа. Бог может быть твоим Папой, если ты Его примешь. И Он возвращается сюда. Иисус Христос, Он возвращается на эту землю. Сейчас время благодати. Можешь покаяться. Можешь принять Его. Можешь получить спасение. Но если ты Его отвергнешь. Если ты этого не перемешь. Если не смиришься. То вернется сюда твой судья. Судья. Чтобы судить. И это будет страшно. Прими Его сейчас. Пока есть время.